Высунулась из окошка, чтобы показать вам вот этот красивый клён, который ещё не облетел. Дерево, которое вообще облетело, но ещё есть очень красивые деревья. Опять раннее-раннее утро, как-то сегодня пасмурно. И пока на улице относительно тихо, решила с вами пообщаться и кое-что показать. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал. Атмосфера уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Итак, мои хорошие, в сегодняшнем ролике покажу один секретик вязания в двух направлениях с очень интересным приёмом контрастной нити. Вы её здесь не видите. Я вам покажу её на образце. Мы всё с вами свяжем. И я поделюсь впечатлением о новом процессе. Этот процесс называется у меня шапка. Причём решила связать очень тёплую шапку, двойную. Вот это вот, вы видите, вторую часть её. Я начала вязать. А почему уже приступила ко второй части? То есть, к подкладу, так скажем, который будет внутри шапки. Возможно, даже можно её будет носить на две стороны, потому что там резиночка. Ну, давайте обо всём по порядку. Вы сейчас на столе видите джемпер «Тёплый снег», который очень удачно подошёл под трансформер. Я уже вам демонстрировала. Возможно, вставлю фото. А нет, так посмотрите крайний ролик перед этим. И трансформация продолжается. Идёт к нам зима. Да и вообще осенью уже хочется как-то одеть шапку. Но эта шапка будет очень тёплой, зимней. Вот. И я покажу вам вот этот приём без всякого труда. Очень, как очень легко можно вязать, открывать петли при помощи контрастной нити и вязать в разных направлениях. Такой приём, но он подходит для вязания не только шапок. Есть модели, которые вяжутся, допустим, снизу вверх, а потом идут в обратном направлении. И нам нужны открытые петли. То есть, допустим, кокетка вяжется снизу вверх, а потом низ вяжется снизу вверх. И нам вот нужны вот эти открытые петли. Поэтому всё вам покажу. Я не знаю, может быть, это уже придумано давным-давно кем-то. Я не присваиваю ни в коем случае этот метод себе. Но поскольку я владею крючком, я вот как-то само собой пришло в голову. В общем, покажу. Ну, а пока давайте немножко поговорим о пряже, которую я вам тоже в крайнем ролике демонстрировала. Вы посмотрите, какая красота получается. Как можно дешевую пряжу немножечко, да не то, что немножечко, а превратить в очень мягкую и дорогую. Эта шапка связана Ализе Лана Голд Классик Файн. Вот эта пряжа, в принципе. И этой же пряжей я вязала свой трансформер. Здесь 390 метров на 100 граммов метраж. И это полушерсть. То есть, здесь 51 шерсть, 49... Нет, наоборот, 51 акрил, 49 шерсть. Не знаю, почему они так прям 51-49. Я бы прям пополам поделила, да и все. Короче, 50 на 50. Ну, что сказать. Мне понравилась, если честно, эта пряжа. Но только если ее с чем-то смешивать. Вот сейчас я вяжу подклад без ничего, так скажем, чисто из этой пряжи. И мне, ну, ну, так себе. Такое себе, вот так бы я сказала. Не очень нравится. А вот эта же пряжа, в которую я добавила, мохер от BBB, вот этот Dream, который... Сейчас найду этикетку. Ой, сейчас покажу, о чем я говорю. Вот этот мохер. Но, вы знаете, у меня такое впечатление, что либо в магазине не ту этикеточку прицепили, потому что вот эти ниточки... Сейчас я достану то, что у меня осталось в пакете. Кстати, вот вам удачный, как бы, видите, уже весь такой затертый пакет. Я его беру с собой и на работу, и везде. Ну, это пакеты вот из магазинов. Сейчас постараюсь открыть одной рукой. И я кладу туда, и можно и на траву класть, если на работе, господи, на природе вяжешь. И ниточки не пачкаются. Закрываешь здесь, ниточка идет, и, как бы, наши моточки в пакете, да и дома можно на пол бросить. В общем, вот это очень хорошая придумка. Так вот, вот она, эта пряжа, которая якобы была BBB. Вот она, видите, с люрексом. Вот она красивая идет. Вот я сейчас вам ее показываю. Но вот этого моточка, 25 грамм, мне всего хватило провязать вот это вот расстояние. То есть мне не хватило на шапку. Я удивилась. Во-первых, эта пряжа почему-то намного толще. Но я понимаю, что здесь люрекс. Вот она, видите. Но ее не сравните вот с тем мохером BBB, который вот 200 метров в 25 граммах. Это явно толще пряжи. Скорее всего, это другая пряжа, но только вот с этой этикеткой. Просто поменяли этикетку, может быть, откуда-то выпало. В общем, что-то там напутали в магазине. Мне бы, если бы это была вот именно вот эта пряжа, 200 метров, мне бы моточка просто с лихвой хватило на шапку. Я уже как-то добавляла, у меня еще от 25 граммового моточка еще и оставалась. Поэтому, скорее всего, это совершенно другая пряжа. Но ее видно, она толще и пушистее почему-то. Вот вы видите. Но это никак не BBB. Это тоже какой-то итальянский махер, но здесь другой метраж, я так думаю. Здесь как бы не 100 метров на 25 грамм. Мое такое впечатление. Но еще хочу сказать, что об этой пряже. То, что вот как она выглядит в полотне, я очень довольна. И вот этот люрекс, он не колкий, он очень мягкий. Его практически не ощущается. Вот искрится, как будто снег искрится. Это будет очень красиво смотреться на солнышке. Но есть одно но. Из этой пряжи я, кроме шапки, больше бы ничего не связала. Почему? Потому что она, вот этот вот люрекс, он... Сейчас покажу, о чем я говорю. Вот этот люрекс почему-то стягивает ниточку. И получается вот такой эффект. Эффект провисшей нити. Сейчас отодвину, покажу. Вот он. И я вот так вот постоянно вот это вот все сдвигаю. Вот так вот двигаю вот эту вот всю скукоженную пряжу. Вот видите? А вот эта ниточка, она вот почему-то вот так вот ее стягивает. Ну, эффект провисшей нити. Я это по-другому назвать не могу. И вот это мне очень-очень не понравилось в этой пряже. Очень красиво смотрится в полотне. Вот вы видите. Просто красота красивая. Но вот это вот неудобство, постоянно вот эта вот коррекция вот этой рабочей нити мне очень-очень не нравится. Поэтому больше, скорее всего, я с этой пряжей вязать не буду. Она классная. Она просто шикарная. Кстати, шапка получается двусторонний. Этот узор, его можно что на одну, что на другую сторону вязать. Давайте, наверное, немножко расскажу о шапке по петле. Может быть, вам понравится эта идея. Значит, у меня здесь 120 петель. Шапку я вязала именно вот этим узором, который был связан, которым был связан вот этот джемпер. Как вязать этот узор, есть на канале. И даже есть ссылка на источник. Там есть схема. Поскольку сейчас YouTube очень строго относится к вот такому вида информации, можно, нельзя, рисковать не буду. Но если вы пройдете вот в этот плейлист, который так и называется, джемпер «Теплый снег», там можно найти источник по этому джемперу. Ну и есть подробный мастер-класс. Я показывала, как вязать вот этот красивый узор. Кстати, здесь тоже мохер Би-Би-Би и пряжа «Шелковый блеск». Вот здесь вот такое сочетание. Люблю я смешивать пряжу. Получаются просто красивейшие вещи. Вот он, этот узор, уже в другой пряже. «Лана Голд Классик». И здесь, конечно же, во-первых, пряжа толще. И вообще, эта пряжа очень хорошо держит форму. Я думаю, что шапка получится классной, теплой, еще и двойной. Значит, что я здесь набрала? Здесь у меня 120 петель. Это как раз на 5 рапортов вот этого узора. То есть, видите, что в шахматном порядке идут вот эти перекрещивания. Ну и начала я вязать с контрастной нити. Сейчас я вам покажу, как это очень легко сделать. При помощи крючка. И потом пошла вязать шапку. Потом распустила эту контрастную нить. И пошла вязать уже вот этот подклад. То есть, вторую часть шапки, но уже просто резинкой один на один. И просто уже без вот этого махера. Ну, а за махером я сегодня опять пойду в этот магазинчик. Если не будет именно этого, найду что-то подобное, пушистое, белое, чтобы мне закончить вот эту красивую шапку. И тогда уже, конечно, вам продемонстрирую и шапку, и вообще весь трансформер. Весь этот комплект. Потрясающий комплект, который мне очень нравится. Сразу отвечу на ваши комментарии, которые мне как бы советуют, что так нельзя одеваться, что это некрасиво. И вообще в этом комплекте невозможно ходить, только стоять и демонстрировать. Мои хорошие, я вас всех очень люблю. Ну, пожалуйста, не нужно мне советовать, что и как мне одевать. Вкусы у всех разные. Вы, пожалуйста, носите так, как вам нравится. И я буду только рада за вас и обойдусь без своих советов в ваш адрес. Ну, а по поводу, что в этом трансформере только можно стоять и не шевелиться, посмотрите мой ролик. Я в этом трансформере провела весь прекрасный, очень солнечный и теплый октябрьский день. Это было 6 октября. Осень теплая у нас в Москве. И я ни разу не пожалела. Я шевелилась, я ходила, я радовалась жизни. И это все есть в ролике, когда трансформер на мне. Так что вы заблуждаетесь, что в этом трансформере можно только стоять. В нем можно делать все, что вам заблагорассудится. Итак, мои хорошие, это по поводу ваших комментариев. Ну, а сейчас давайте покажу этот метод набора петель при помощи контрастной нити, когда вам нужно вязать в разном направлении, то есть вверх-вниз. Итак, я взяла контрастную нить и взяла крючок 4,5 миллиметра. Конечно же, крючок будет зависеть, который вам нужно взять. Он должен быть больше того размера спиц, которым вы будете вязать. Набираем цепочку из воздушных петель. Я буду эти петли делать достаточно свободными, чтобы мне удобно было показывать вам на камеру. Но, когда вы будете вязать какую-то вещь, то, конечно, здесь не нужно делать вот такие вот свободные петли. Нужно немножечко, либо крючок взять поменьше, потому что это тоже важный момент, когда вы уберете эту нить. Возможно, вот здесь петли будут потом слишком большими, и это не нужно, не понадобится в вашем полотне. Ну, а для того, чтобы мне показать вам, чтобы вы все поняли, я вот взяла очень такой крючок побольше, гораздо побольше, и набираю петли. Значит, смотрите, вы набираете цепочку, большего, цепочку из воздушных петель, количество которых гораздо больше того количества, которое вам нужно. Ну, допустим, вы рассчитали, что вам нужно набрать 100 петель. Наберите их 110. Пусть у вас останется здесь, потом останутся на этой косичке неиспользованные петли, но вам их хватит, если вы где-то ошибетесь, и лучше, когда они останутся, чем их не хватит. Вот так вот я скажу. Набрали количество петель, и дальше берем спицы. Крючок нам больше не понадобится, но внимательно рассмотрите эту цепочку, которую мы только что связали. Посмотрите, с одной стороны у нас одна вот здесь вот ниточка, а с другой стороны как бы две ниточки, вот вы видите, вот эта сторона, которая более плотная, уплотненная, остается у нас внизу, а там, где одна ниточка, вверху. То есть вот мы закончили вязание, поворачиваем вот так вот ниточку, не вот так, а вот так, где более тонкий край. И берем спицы, и начинаем набирать петли. Вот здесь вот можно даже уже оторвать. Давайте я вот так оторву и затянем эту, чтобы она, ну в принципе можно в нее уже вдеть первую петельку, а потом пойти дальше. Так, все, разобрались, как нам нужно взять ниточку, в смысле нашу цепочку, и теперь просто вот таким вот образом захватываем, можно при помощи крючка, но здесь достаточно большие дырки, мы просто захватываем, поднимаем вот в эти наши воздушные петли, поднимаем наши петли для уже вязания спицами. Вот здесь вот тоже важный момент, вот эти петли как можно плотнее, не вытаскивайте, вот так вот их вытаскивать вот так не надо, а прям вот только они обернули спицу, и все, то есть не растягиваем вытягиваем их, вот таким вот образом. Если это у вас шапка, как у меня, то вы потом замкнете все это дело в круг, но я не буду вам показывать, как это замыкается в круг, чтобы мне полегче было объяснить вот эту главную мысль, как при помощи воздушной цепочки, сделанной крючком, легко можно сделать то, что ну, контрастную нить вот эту для вязания в разных направлениях, допустим, если вам нужны открытые петли. то, как это выглядит, то же самое можно контрастной нитью сделать при помощи спиц, но мне, честно говоря, не понравилось. Вот, допустим, вот это мне не нужно, то есть я набрала петли, которые, так скажем, мне нужны. Мы вот эту контрастную ниточку потом будем срезать. петли набраны, теперь просто продолжаем наше вязание. Первый ряд установочный я бы вязала просто лицевыми петлями. У меня так лежит петля, я сейчас вяжу как бы классическим методом, но нить подхватываю снизу. Это только первый ряд. Да, по поводу этого метода восточного я имею ввиду, тот метод, которым вяжу я. Я просто очень рада, что я еще раз выложила этот ролик. Почему? Потому что этот ролик как лакмусовая бумажка. Вы не представляете, сколько я заблокировала людей, которые мне писали гадости. и гадости продолжаются эта писанина и люди блокируются. Вот, то есть кто-то понимает, для чего я этот ролик выложила, почему, зачем. Кто-то понимает, что я не навязываю этот метод, но рассказываю о нем. И некоторые люди просто это воспринимают. Но это же интересно узнать еще один метод. Кто-то вяжет и переходит на этот метод и потом благодарит меня. То есть как-то вот так. Но есть же люди, которые просто начинают хамить, начинают оскорблять и что я вот там все навыдумывала и что вообще что вы там рассказываете. Ну, в общем, в таком вот духе. так что вы, конечно, не видите сколько там лайков и дизлайков под этим роликом, потому что у меня настроено так на канале, что вот для таких злопыхателей я включила функцию, когда вы не видите сколько лайков и сколько дизлайков поставлено к ролику. но я могу сейчас открыть, показать наглядно в телефоне сколько лайков и сколько дизлайков под этим роликом и вы все поймете. Меня радует то, что все-таки добрых, любознательных людей гораздо больше, их значительно больше. так, ну вот я сейчас вяжу просто провязала чтобы ну как бы показать немножко провязать полотна, чтобы потом срезать вот эту ниточку дополнительную и чтобы вы увидели как же хорош этот способ именно при помощи воздушной цепочки как легко можно вязать когда дружат крючок и спицы ну а вначале решила вам показать вот он этот ролик почему я вяжу восточный метод вязания и вот вы видите все дизлайки и лайки 783 лайка 54 дизлайка вот эти 54 дизлайка мне говорят что ролик пользуется популярностью и когда вы ставите даже дизлайк вы двигаете мой ролик я вам благодарна ну а 783 человека это те люди которые резонируют со мной которые со мной на одной волне которые даже если не будут вязать этим методом то во всяком случае для них открылся еще один метод и это хотя бы познавательно ну и видите что место в рейтинге 2 это значит что ролик до сих пор пользуется популярностью 26000 просмотров мои хорошие я благодарю всех вас за вашу активность за то что смотрите за то что пишите комментарии единственная просьба не нужно хамить не нужно употреблять такие слова которые обидны человеку которые ну которые вам вернутся потом когда нибудь не делайте этого буду блокировать буду блокировать нещадно зачем вам это нужно вот ну а мы продолжаем вязать давайте еще свяжем несколько рядочков и я потом срежу эту нить и покажу как же это просто и легко мне очень понравилось вот такое вязание кстати нашла одну модель если сейчас найду покажу вам которая вяжется вот именно таким вот способом то есть там кокетка вяжется снизу вверх а потом полотно как бы вяжется уже снизу вверх и вот этот способ которым который открывает нам такую возможность вот это при помощи контрастной нити именно крючком он я не знаю будет очень легко вязать эту модель ну а теперь давайте срежем сейчас возьму ножнички срежем вот эту контрастную нить и посмотрим на наши петельки здесь нужно быть очень внимательным смотрите вот она наша ниточка постараюсь вот так вот просто срезаем и набираем на спицу открытые петли смотрите вот этот наш лишний хвостик где мы прибавили там много петель набрали с запасом и все я думаю понятно вот они наши петельки все ровненькие красивенькие мы их просто потом набираем на спицу вот таким вот образом видите какая прелесть прелесть прелестная можно смотрите если вы боитесь ну как бы срезать петли не на спице можно вот так вот сделать можно вот это вот вот это вот бубочка это наша петелька которую нужно надеть на спицу то есть мы сначала одеваем на спицу а потом срезаем но когда плотное вязание на более тонких спицах это сделать сложнее поэтому я так не делаю я прям вот просто срезаю и вот они наши открытые петли и мы вяжем и наслаждаемся нашим вязанием вот 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 таким вот способом я сейчас наверное посрезаю срезаю все вот эти ниточки видите просто вот на просвет очень хорошо видно убираем эту нашу контрастную ниточку убираем вот это все лишнее теперь говорим спасибо нашей ниточке но если петелька допустим упадет мы же можем потом ее поправить конечно это сложнее сделать когда пряжа скользкая тогда просто по петелечке вот одну петелечку открыли да подняли ее потом не сразу все срезаем а по петелечке да конечно это будет немножечко дольше чем хотелось бы но тем не менее мы не упустим ни одну петельку и у нас все будет красиво видите какая прелесть вот они наши петли они все ровненькие красивенькие и вот таким вот образом так я смотрю в камеру поэтому возможно не очень аккуратно будет но когда вы это делаете в удобном месте сидя без камеры это все очень быстро и легко вот в принципе и все какая красота вы видите какое простое вязание без заморочек вот теперь мы можем вязать в два направления вот такая красота получается ну вот мои хорошие на этом я буду заканчивать свое видео напишите свои комментарии как вам такой способ вязания ну а я пойду довязывать шапку съезжу сегодня еще в магазин может быть еще какую-нибудь пряжу присмотрю и конечно же вам потом покажу и покупку свою и готовую продемонстрирую уже шапку я вас всех очень люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока